Всем доброе! Шехрисабское утро, друзья! Заехал сейчас за Федей. Сегодня выходной день у всех. И что меня поразило? Время 7 утра. Ехали сейчас по окружной дороге. Не будем... Это я уже второй кадр, между прочим, снимаю, чтобы геолокацию не показывать, чтобы вопросов не возникли. Толпа народу с утра. То есть видно, что помещение, что-то там происходит. Но Феде спрашиваю, что там, Федя? Расскажи мне поподробнее. Ну, мне интересно стало. Расскажи, Федя, что там? А, это? Да, да. Колдуни там. Я внутри не был, но все там очередь будут. В общем, это очередь колдунам. Ну, разные. Кто-то разным проблем приходит. То есть эта тема актуальна в Шехрисабское на самом деле. Я такой вещь вообще я не люблю, поэтому внутрь я. Я не знаю, что там. То есть люди несут бабки, чтобы решить свои какие-то проблемы. Ну, я не знаю, это от безысходности или от чего, или... Так что вот так вот есть такие моменты. Ну, вот это ребенка болеет. Кто-то... Ну, каждый проблемам приходится. Давай, читайте это, или это. Или что-то, смотрите, что случилось. Ну, разные проблемы. Я не знаю. Ну, колдун. Мне кажется, единственную проблему, которую могут решить, это уменьшить твой кошелек. Вот это вот... Эту проблему быстро разрешат люди. А возрасты тоже есть? Да есть таких... Таких много шарлатанов везде. Я думаю, каждый везде есть. Есть, конечно, везде. Просто... Я всегда думал, что у вас это намного меньше отсутствует, и люди более благоразумно относятся. Я реально, я здесь сколько раз ездил, и первый раз вижу такое. Вот здорово у меня идет, все едут. Мне лично кажется, что любой мула скажет, что это харам вообще. И это... Я не помню, как это слово называется. Ширк, Федь, или как? Как ширк? Ну, запрет на такие действия у мусульман. Как это? А, запреты? Не харам, а как-то по-другому. Это еще есть слово. А, шаг, шаг кильтра. Шаг? Да. Как? Что это? Как переводится? Ну, это по... Как это? По-арабски, по-это, ну... По-арабски шаг? Мули, не, не, не. Мули все знают, кто это. Шаг это... Перевод я... Я объясню, ну... Кто увидит, а не знает. Перевод я не могу перевести. Ну ладно, суть не в этом, в общем. В общем, шаг это грех. Ну, это... Шаг? Шаг. Шаг. Шаг? Да. Ну, а мы направляемся к хорошим, добрым людям. Цель поездки в Кишлак. Максим утром проснулся и говорит, папа, папа, привези мне настоящего козьего Курта. Хочу его пооблизывать. Но он же ее кусать не умеет. У него два зуба всего. Хочу, говорит, хотя бы облизать. Я говорю, хорошо, сын. И все, и уехал я. Пацаны продают траву. Куда она? Да. Куда она. То есть утра идут, забирают в 6 утра. И вот на продажу сразу. И ехать нам далеко. Сколько? Часов девять, да? В одну сторону. Да. Поэтому нужно заправляться по полной. Вот так вот выглядит заправочка, друзья. Нельзя курить. Что-то дизель. Йонегли не знаем. Восемьдесят. И еще раз. А, улов. Йокиш. Это что-то не поджигать или огонь не нужно. И чекишман курить нельзя. Нам непонятно что-то. Всю дорогу. И как раз здесь сейчас идет Дарашуна. Это такой праздник, когда собирается весь кишлак и что-то готовит. Вот на таком мероприятии впервые что-то взвешивать. Я благодарю сална. Это шурпа будет? Нет, нет. Это баранина. Да, зерно это, да? Это как масхурда, да? Масхурда будет здесь готовиться. Это на зигирном масле, да? Я уже знаю, кому это накладывают. Это точно четкая масхурда будет. А, здесь тоже такое готовится. Я сказал, это нам положили. Видите, вот оно, узбекское гостеприимство. Сразу за стол наш. Главное вовремя остановиться в Узбекистане. А мы хотели остановиться позавтракать, да? Возьмите. Горячий кусок, но вкусный. Горячий, но вкусный. Бывает такое? Я вообще неизвестный человек здесь. Видит сразу отношения. В принципе, ехали просто в дороге, остановились. У мяса просто обалденный вкус, потому что оно видно вот с луком, с зигири, с морковкой. Ну, там какие-то приправы еще. Федя, а почему вас такое не делают? Ну, у нас тоже делают. Хорошо делают. Делают? Да. Визус-берестан делают. Хорошо. Я что-то вас не замечал. У вас или их сон, или еще что-то такое. Нет, нет, хорошо надеюсь, просто ты не попал. Один вопрос. Вот это мероприятие кто спонсирует? Все вместе скинулись? Или как? Нет. Или кто-то богатый? Нет, нет. Это махала. Раис есть. Армеги может быть. Вот Раис. Раис собирает деньги, да? Да, собирает. Они это все количество места будут делать. Это махалет. Эй, возьмите. Я ем, я мил. Спасибо большое. Да, каждый год держится. Традиция. Ну, ты весной только, да? Да. Так как сегодня воскресенье, дети не учатся, поэтому сказали, что вот именно в этот день сделали. И сказали, что по дороге еще много таких мест увидим. Здесь будут сидеть мужчины, а туда дальше, я так понимаю, там палатка или шатер какой-то будет. Там будут женщины, здесь будет музыка, и возле дороги все это мероприятие. Федя подписывает на канал. Продолжаем свой путь. Это еще раз доказывает, что у узбеков гостеприимство в крови. Вообще легко просто остановиться. Тебя всегда пригласят, угостят. Ну, очень интересно, конечно, было посмотреть. Я не видел вот Машхурду в таком объеме, чтобы готовили. Вот именно такое количество, да еще на костре. Сто процентов она будет очень вкусная, потому что вот сам зирвак мясной уже вкусный. Он реально вкусный. Мясо аж прям сладкое. Тебе понравилось это? Да. Мясо вообще вкусное. Хорошо, но когда сейчас готовы будут вот это казарм? Ты еще не пробовал, да? Нет, Машхурда я пробовал. Но это не Машхурда, но просто еще там добавлено. Вообще вкусно будет вот это. Зерна добавлено. Ну да, с зерном я не пробовал. Я разгадал тайну века, я теперь понял, спустя вот долгое время, почему в сурхандаре на крышу кладут кирпич. Даже если его прибили гвоздем. То есть, такой груст, для чего это делается. Вот сейчас мы едем, тут очень и очень сильный ветер. Если вот так резко открыть дверь, от Nexi ее просто оторвет. Скорее всего, с большей вероятностью. Это для этого и делается. Для того, чтобы не оторвало крышу. Но это на шифер кладут в основном. Не на металл. Шел третий час, а мы все ехали. Очень жарко. Слава богу, мне печку отключили в машине. То есть, несмотря на то, что горячий воздух не дует, все равно припекает солнышко очень хорошо. Прямо закипаешь. Пока движемся на какую-то возвышенность. 25 раз здесь, да? Дорога не очень. Ее практически нет здесь. Очень много евроказанов бегает. Везде их просто огромное количество. И они реально такие нечистые. Вот, вот, здесь. Вот, смотри. Это евроказан, да? Опять. Евроказон. 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 Их просто тьма тьмущая. Это что-то похожее на сурка, только меньше размером. Смотри. Евроказан. Я сначала думал, Федя, что мне показывает? А вот возле машины увидел. У Федя тут свой евроказан. Он полкилограмма губил и наяривает. Евроказанов здесь очень много. Сейчас попытаюсь поставить камеру прямо возле его норы. Мы подождем минут 10. Вылезть, не вылезть, интересно. Надеюсь, что-то засняли. Надо было чуть подальше камеру ставить прям, чтобы его пошире взять. Вот так вот выглядит евроказан, друзья. Скорее всего, какой-то суслик. Или сурок. Ну, для суслика он худоватый немножко. Небольшая остановка. Возле Кудука. Принцип работы Кудука, друзья, я вам показываю. Смотрите. Холодная. Даже очень. Метров 10 точно. У меня что-то уши давит. Да? Давление атмосферное. Высоко находимся. Понимаю, это зимнее стойбище. Людей. Людей здесь нет. Думал, здесь увидеть людей. Но их нет. Хотя, Федь, вон туда надо ниже спуститься. Там точно люди есть. Это или для курицы, или для кого-то. Какая-то штука. Нашли какой-то дом. Смотрите. Я сначала думал, какой-то очаг. Это здесь живут цыплята. То есть, когда курица родила цыплят, вот они здесь живут. В этой норе. Как нам объяснили. Хозяева, хозяйка дома. Женщина уже в преклонном возрасте. Ну да, видно по помету, что тут курица живет. Люди здесь живут и зимой, и летом. Сейчас я вам покажу. Теперь сарайчики для куриц. Это тандыр. Нон тандыр. Нон. Для хлеба. Ну-ка, вот здесь такой, самодельный. Ну-ка, вот здесь уже живут курицы. А, блядь. Спросил, как добираются, если заболеют. Говорят, вот все на мотоцикле отсюда. Километров 30-40 отсюда. Чтобы выбраться. У этой женщины, между прочим, 10 детей. Сейчас воды хочу попробовать, как она на вкус. Это как раз та вода с источника. Петь бобровую воду. Она отличается от вашей. Да? У нее вкус другой. Чашма, чашма. Вода из источника. А спроси, пожалуйста, зимой здесь не холодно? Как они топятся? Или кизяками от этого? Кизяками, да? И вот, получается, все 10 детей здесь же Аша живут? Нет. Или уже младше? все уехали а спроси в город они не хотели бы переехать сахара тушь кохле медома куча урган гэнда чопан кучу манна чопан как урган привыкли они здесь баран и растетет привыкли они здесь но балом отече лолда печки меня и орден беремейда балаларм иссез тарта олым иссез ману кенчеген амам биржида и шлия мэйди балаларым чопанатка барса мазасını качарады Ты это переведешь потом? Рахмат, спасибо. Рахмад, я говорю. Рахмад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Поедем сейчас другие кишлаки. Здесь опять граница. С земляками моей жены. Вот так вот выглядит приграничный кишлак, друзья. Все однотонное. Это школа, что ли? Это школа, что ли? А, это школа даже. Школа, да. 26-й мактаб. Еще одна остановка по требованию. Там какие-то дикие птицы сели. Похоже на гусей или я не знаю на кого, но это точно дикие. Я еще тогда обратил внимание, смотрю, летят какие-то уткообразные гуси подобные. Вон они, видишь, красный. Утки выглядят как гуси среднего размера, белая голова, коричневое тело. Когда взлетает, крыло становится, ну, часть крыла там какой-то, я не знаю, бирюзовый цвет. Но очень красивый, очень резкий. По-моему, что-то перепутали дороги. И этим непонятно. Вот они, вот они. Вот, видишь, эти утки. Вот мы уже сколько? Четыре штуки таких увидели здесь. В общем, сегодня ролик у нас флоры и фауны Узбекистана. Если нас не обманули, то нам куда-то туда нужно ехать. Вот, видишь, это про-п правильный бирюзовый цвет. Продолжение следует... 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 В общем сейчас будем брать, в общем торги, два килограмма возьмем, раз попробовал, нужно еще вот эту попробовать. Белые вкусные, черные не очень, а белые это нормально. Федя все проверяет, все через весы, чтобы не обманули. Точка вот так выглядит, везде курт, все продают курт. Наша раненая газель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова